привет всем любителям физики и физического эксперимента с вами андрей щетников и наш сегодняшний ролик будет посвящен закону кулона первому установленному количественному закону в теории электричества 18 веке уже было известно что существуют электрические заряды двух видов и одноименные заряды отталкиваются разноименные притягиваются а поэтому разные ученые интересовались вопросом как именно происходит взаимодействие между заряженными телами и от чего зависит сила этого взаимодействия ну и делали соответствующие эксперименты и вот в 1785 году французский инженер и ученый шарль кулон опубликовал свою работу в которой предъявил результаты экспериментов по измерению силы взаимодействия между электрическими зарядами основу установки кулона составляли изобретенные им крутильные весы это тонкая нить с коромыслом на одном конце которого закреплен маленький шарик а на другом противовес служащий для успокоения колебаний коромысла второй шарик установлен неподвижно в начале опыта шарики соприкасаются с помощью булавки на них передается электрический заряд и подвижный шарик на коромысли отталкивается от неподвижного а дальше экспериментатор вращает верхнюю головку приближая шарики друг другу и с помощью двух шкал измеряет угол закручивания нити который пропорционален силе отталкивания шариков и расстояние между шариками и вот в результате своих экспериментов кулон установил что сила отталкивания двух маленьких заряженных шариков обратно пропорционально квадрату расстояния между центрами этих шариков что в общем то не было для него неожиданностью потому что уже было известно что по ньютоновскому закону всемирного тяготения тяготеющие массы тоже притягиваются силой обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними правда кулон имел дело не с притяжением а с отталкиванием электрических зарядов и сейчас мы воспроизведем результат кулона на нашей достаточно грубой установки здесь один шарик висит вот так на коромыслие на иголочке а другой шарик я могу двигать на подставке если оба шарика зарядить от высоковольтного источника то потом когда я буду придвигать один шарик 2 будет от него отталкиваться я медленно придвигаю один шарик другому и коромысла постепенно начинает отклоняться так что я знаю и расстояние между шариками и угол отклонения коромысла который пропорционален силе отталкивания вот экспериментальные точки полученные в результате трассировки и видно что они прекрасно ложатся на подогнанную к ним кривую обратных квадратов хотелось бы на этой же установке поэкспериментировать и с притяжением шариков но тут есть некоторые проблемы я отрицательно заряжаю вот этот шарик переставляю провод теперь положительно заряжаю вот этот шарик ставлю отрицательно заряженный шарик на место начинаю его придвигать и об не успел придвинуть немного как шарики притянулись произошло замыкание и эксперимент закончился однако кулон придумал красивый эксперимент и для этого случая здесь справа на очень тонкой капроновой нити подвешено коромысла с маленьким шариком на конце а слева стоит большой шар и сейчас маленький шарик и большой шар заряжен зарядами противоположного знака так что они притягиваются друг другу и вот если подтолкнуть коромысла в горизонтальной плоскости маленький шарик начинает раскачиваться как своеобразный маятник изменно из-за притяжения к большому шару вот наши экспериментальные результаты а согласно теории если сила взаимодействия между зарядами убывает как единица на р квадрат период колебаний должен расти пропорционально расстоянию и наши экспериментальные точки действительно легли близко к прямой проходящей через начало координат зависимостью силы от расстояния между зарядами мы разобрались теперь надо разобраться с зависимостью силы от величины зарядов но и тут выглядит вполне естественным предположение что если один заряд увеличить два раза то есть сила увеличится в два раза а если в два раза увеличить еще и второй заряд то силу увеличится еще в два раза то есть всего в 4 но и вообще в этом смысле сила должна быть пропорционально произведению зарядов и сейчас мы это тоже попробуем проверить на опыте а идея опыта выглядит так я теперь заряжу 30 киловольт не оба шарика а только один а второй шарик я соприкоснул с первым и теперь у меня заряд полученный первым шариком распределился на оба шарика оба шарика стали иметь в два раза меньший заряд ну и я снова буду приближать первый шарик и смотреть как будет при этом отклоняться от вертикали подвес второго шарика и вот экспериментальные точки их приближение степенными функциями со степенью тут все очень даже в порядке оба раза она равна минус двум закон обратных квадратов выполняется с хорошей точностью но вот коэффициенты при этой степени различаются не в четыре раза как я ожидал а почти в пять раз и в этом отношении эксперимент получился достаточно грубым и кажется я даже понимаю в чем тут дело шарики у меня изготовлены достаточно грубо и они вовсе не одинаковые лишь приближенно а это означает что заряд между ними распределился неточности поровну на одном несколько больше половины на другом несколько меньше половины ну и тогда произведение таких множителей она меньше одной четверти что мы и видели в этом опыте и здесь я должен сделать несколько замечаний и первое будет состоять в том что закон кулона закон обратных квадратов единицы на р квадрат сформулирован для не имеющих размера точечных зарядов а если я буду делать опыт и с металлическими шарами зарядив их например оба отрицательно одним и тем же зарядом то когда я придвину один шар другому то электроны отрицательно заряжены отталкиваясь друг от друга перераспределяться на поверхности шаров уйдут на их задние стороны и шары уже не будут взаимодействовать по закону кулона чтобы их взаимодействие было близким к закону единицы на р квадрат шары должны находиться достаточно далеко друг от друга по сравнению с их радиусами дальше я хочу заметить что закон обратных квадратов справедлив не только для взаимодействия неподвижных точечных электрических зарядов по закону обратных квадратов убывает также сила всемирного тяготения и интенсивность света расходящегося во все стороны от точечного источника тоже убывает обратно пропорционально квадрату расстояния случае со светом все понятно световой поток через сферы разных радиусов будет одним и тем же площадь сферы растет пропорционально квадрату радиуса и тем самым световой поток приходящийся на единицу площади падает обратно пропорционально квадрату радиуса а для точечного электрического заряда по закону обратных квадратов убывает напряженность электрического поля о которой мы поговорим в одном из следующих роликов и третий комментарий кулон своих экспериментах заряженными шариками установил закон обратных квадратов лишь приближенно а в теории мы считаем что этот закон выполняется абсолютно точно и развиваем теорию на этой основе а дальше физики проверяют основания теории и выводы из нее во все более точных экспериментах и сегодня установлено что закон кулона выполняется с высотчайшей точностью и для самых разных масштабов вплоть до размеров элементарных частиц и что особенно интересно первая такая проверка была сделана еще за 10 лет до того как кулон провел свои эксперименты и этим занимался замечательный английский физик генри ковендиш о его экспериментах вы можете прочитать в книжке филановича судьба классического закона вся эта книжка посвящена истории закона кулона а идею эксперимента ковендиша можно продемонстрировать следующим образом вот если бы я сейчас зарядил этот шар и прикоснулся к нему маленьким незаряженным шариком то часть заряда перетекла бы на шарик и это понятно но в этом шаре сверху сделано отверстие и мы снова представим себе что мы его зарядим а потом я этим шариком прикоснусь к шару изнутри и выну его обратно и вот оказывается что если закон обратных квадратов справедлив то тогда заряд на вот этом маленьком шарике после такого действия будет в точности равен нулю и ковендиш проверял именно этот факт и установил что степень двойки в знаменателе но выполняется с точностью плюс-минус одна пятидесятая единицы и теперь используя закон кулона мы можем ввести единицу заряда в гауссовой системе сгс это делается очень просто закон кулона прямо записывается в таком виде и объявляется что единичный заряд такой что два единичных заряда находясь на единичном расстоянии взаимодействует с единичной силой ну в сгс за расстояние берется сантиметр а за силу дина ну и соответственно заряды это те которые находясь на расстоянии в один сантиметр взаимодействует силой в одну дину а в системе си единица заряда в один кулон определяется через единицу силы тока в один ампер и кулон это такой заряд который протекает через поперечное сечение проводника за одну секунду когда по этому проводнику течет ток силой в один ампер ну и соответственно здесь у нас есть своя единица заряда и поэтому закон кулона приобретает вот такой вид с коэффициентом к ну поскольку заряды здесь измеряются в кулонах расстояние в метрах сила в ньютонах то коэффициент к он численно приближенно равен 9 умножить на 10 в девятой ньютонов на метры квадратные поделить на кулоны квадратные но в продвинутом учебнике будет написано что к это единица на 4 пи апсила нулевое где апсила нулевое электрическая постоянная и она равна 8 85 на 10 12 фарад на метр но это уже явно выходит за пределы темы нашего сегодняшнего ролика и даже это еще не все потому что с недавних пор кулон определяется по-другому надо взять вот такое количество электронов чтобы получить элементарный заряд но вообще-то в минус один кулон но бояться таких чисел не надо чтобы решать школьные задачки по электростатике достаточно запомнить численное значение коэффициента к и на этом наш рассказ про закон кулона заканчивается а в следующих роликах речь пройдет про электрическое поле и теорему гаусса про потенциалы и емкости и вы можете писать ваши вопросы под этим роликом а сейчас спасибо вам за внимание